Начать все с чистого листа, на пике карьеры. Именно так поступил Аминджун Али Ахмадов. Лучший молодой футболист Таджикистана прошлого года оставил свой клуб и приехал в Россию. Теперь он работает продавцом шаурмы в городе Киржач Владимирской области. Но и про футбол не забывает. Друзья, всем привет! Вот этой бандой команды Родин Медиа мы пришли поддержать нашего нападающего Аминщика, который недавно совсем получил травму. Он восстановился, начал набирать форму. И за этот период он устроился работать, подрабатывать свою любимую шаурмечную. Он мечтал о национальной сборной, но его даже не пригласили на просмотр. Сразу уехал в Россию. Мы решили попробовать. Он нас давно звал. Он не знает, что мы к нему придем. Пацаны, что думаете? Вкусная шаурма у Амина или нет? Сейчас попробуем, затестим. Затестим? А что у тебя в руках вообще? Это? Норм? Ну я думаю, Амина по-любому вкуснее. Ну а перед этим подписывайтесь, ребята, ставьте лайки, пишите нам комментарии. Мы делаем это для вас с любовью. Мога ты не делать? Давай, собирай все. Так просто и без вашей фальши Дай мне огня, чтоб я пошел дальше Сонный закат и поют мне Санчи Ну все. Дорога свободна. Ага. Братишка! Саламу алейкум, пацаны. Аминчик, привет. Саламу! Давайте заходим. Ну что, как вам? Как вам работа? Хорошее место, хорошее. Тут вкусно, мне кажется, тепло, вкусно, уютно. Что еще надо для работы? Главное, чтобы хранить. Тут еще и тепло, я думаю, вообще устроиться и работать два через два с Амином в графике. Саламу алейкум, вот как я вам обещал. Пацаны мне на хаты, пацаны сказали, что Амин, где-то еще можно. Вот я уже нашел свое место, работу. Но я хочу всем вам свой вкус показать. Слушай, один раз ты мне привозил куруму. Это не то? Не, не то. Не то вообще. Тебе не нравится, да? Я знаю, но это не то. Я дороги покупал, правильно. Аминчик, друг, во-первых, я очень рад, знаешь, чему? Что ты нашел работу. Это очень круто. Помимо того, что ты у нас в команде, ты еще нашел работу и занимаешься делом. Это очень большой респект тебе. Молодец, молодец. Поэтому давай, ты мне обещал показать, сделать для меня с курицей. Что советуешь, какую? С курицей? Да, у нас мясо с курицей, короче, еще нормально. Но все хорошо. Сейчас одно для Атару брату готовлю, а потом все пацаны. Давай, давай, мне, покажи, как. В первом, короче, это мясо 105 граммов. Мне можешь 120 сделать, не столько? Да, конечно, вот. Нормально, 130. 140, да. 130, какой 140? Обманываешь меня зачем? Ладно, ладно, шучу, шучу, ура. Сырный лаваш, обычный или чесношный? Обычный, брат. В другую сторону. Прямо сюда кладешь? Да, вот. Немного, это майонез? Да, очень вкусно. Потом капуста. Так. Это ты приклеил? Да. Специально для команд. Так, помидорчики. Сколько по времени у тебя занимает сделать одну шурму? Ты взыскал? Короче, если поставишь, ну... Ой, вот это что такое? 45 халапиня. Не, 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 не надо. Морковку можно, морковку люблю побольше, может. Вот. Так. Это что? Это белый соус. Не надо мне белый. Ну, без этого сухо будет. Да, давай. Немного, брат. Ну, тебе надо вкусу чувствовать, брат. Окей, что можно побольше? Это я, мы сам готовим. Честно, мой первый заработок. Я, короче, был в Сочи, отдыхал у бабушки. И знаете, вот эти, которые в рупор говорят, типа, там, катамараны, там, вот это все. Вот. И я реально устроился, это заработал 300 рублей. Я с 8 утра до 8 вечера работал. Мне 300 рублей заплатили. И я купил, знаете, вы даете что? Черепаху. Я же думал, что рву. Нет, я купил черепаху. Как я не знаю, а? Я купил черепаху, и она у меня умерла через три года. Работал у дяди грузчиком. И я помню то, что это реально было очень тяжело. Поэтому я Амина прям очень понимаю. То, что, ну, это реально очень тяжелая работа. Работать с людьми. Поэтому он вообще реально большой красавчик. То, что он работает ночью с 9 вечера до 9 утра. И после работы едет на тренировку. Мой первый заработок, а я бизнесмен вообще. Ну, реально, с детства предприниматель. Шнурки в школе продавал. Ну, так, чисто. ИПшку не открыл, конечно, чтобы все неофициально было. Но нормально заработал, тысяч 10 поднял. Ну, брал с Алиэкспресса, просто покупал шнурки светящиеся. И все, в школе так, кому надо, предзаказики сделал. Все, взял аккуратненько. Покупал за 150, продавал что-то за 450. Ну, нормальная макра, сами понимаете. Ну, конечно, бизнесмен. Сколько здесь надо держать? Ну, 15 секунд. В одной стороне, 15 секунд, в другой стороне. Сколько стоит шаурма такая? 200 стоит, а обычно 180. А мне? Тебе без денег, брат, я сам тебе за все оплачу. Я следующее сделаю. Почешь? Ладно. Да ладно. Я буду делать сейчас для гаса шаурму. Я для тебя буду делать. 500 рублей от меня. Ну что, пробуем, пробуем. Пробуем. Горячий чуть, брат. Горячий? Ну, должен горячий будет. Знаешь, в чем отличие? Видно, что с душой делал. Спасибо большое. Я работу нашел, все пацаны угощал. Этой ночи для меня, в понятии, всегда осталось все команды, Тара и другие, пришли ко мне в гости, пробовали шаурму. И еще они сказали, что честно, брат, у тебя вкусная шаурма. Я это очень рад, что их классно угощал. По поводу травмы или футболу. У меня была травма. Я жал, что в сезон почти пропустил. Два или три игры сделал, все. А сейчас у меня нога 93% готов. Я могу играть. Да, у меня в ночь работа до утра. У меня же утром тренировка. Да, я устал, но всегда хочу участвовать на тренировке, играть, быть в команду. Когда пришел, уже завтра начинал работу. Я неделю был учеником. Я еще много хороших вкусов знаю, но только для команды других не покажу этого. Красава. Ну да, нравится. Но еще там мои родные брати, таджики, короче, с ним не скучно. Здравствуйте, бесплатная шаурма хотите? Да, давайте, проходите. У нас сегодня акция просто. Шаурма, а вы здесь живете? Да. Приходите чаще сюда. Вот здесь наш друг работает. Он бесплатную шаурму выдает часто. Не знакомый я вам? Как вы не знаете этого человека? Блин, все для вас шаурма не даю. Кому звоним, кому звоним, кому звоним. Привет. О, Саша, привет, брат. Почему ты нету, брат? Брат, шаурму будешь? Брат, смотри, короче, девочкам шаурму бесплатно продают. Они не верят, что ты существуешь. Знаете его? Не знаете, Саша? Ах, шокер хайя. Брат, они не знают ни меня, ни тебя, знают только мейбойку. Как такое может быть, я не знаю. Брат, а мин всем минус делать шаурму, я всем бесплатно продаю. Все, берите, на здоровье. Все, вы поверили, что бесплатно? Хорошего настроения, приходите еще. Пожалуйста. Самый вкусный. Да, самый вкусный. Мы угощаем, не, не, мы угощаем, я заплачу. Все, все хорошо, спасибо вам, все, удачи вам. Друзья, метро Краснопрестинская, шаурма на 1905 года. Аминчик, приходите все сюда, самый вкусный шаурма. Малая грузинская 112. Малая грузинская 112. И еще что нужно сделать, подписаться обязательно? Обязательно на канал Лорина Медиа. Какой лаваш? Сырный, чесночный, обычный? Обычный. Без белого соуса. Давай чуть майонеза. Майонез, без него вообще сухо будет. Я же профессионал. Чуть-чуть майонеза, окей. Я уже все запомнил, в принципе, мне Амин не нужен. Наконец-то Дмитрий Тарасов приступил к приготовлению шаурмы. Мы вообще все в ожидании. Да, Степа? Да, реально ждем шаурму. Ну, мне кажется, что сейчас Аминчик передаст все свои хорошие характеристики по приготовлению и Дима нам приготовит. Сейчас на первый раз буду готовить шаурму вообще. Все, правильно так кладу? Да, да. Все. Берем. 105 граммов. Я ему самую вкусную, смотри, помельче жил. Эту сколько я взял? Еще два. Смотри, как я. Я профессионал, смотри. Ровно. Знаешь, я всегда с душой, я люблю... Да, много? Ты вообще, друг. Что, много взял? Два лаваши ты взял. Нормально двойную порту сделаем. Так. Я сейчас сухой должен быть. Я готов. Я это специально, чтобы завтра топ отыграл. Да, да, потом... Нет, огурцы. Все в порядке, брат. Все, все, все. Халапе не будете, молодой человек? Можно чуть-чуть. Все, понял, понял, понял. Все с душой, братишка. Морковочки. Оп. Морковочки. Так, вот ты как классно работаешь, брат. Брат, все, еще. Смотри, как я тебе самый вкусный. Мяса вот побольше, можно? Белочек можно. Амин, взял бы его в напарнике? Я тебе... Ну, мне тоже нужны ученики, короче. Что, еще хочешь мясо? На, тень. Вот все силы завтра мне точно будет. Белый соус. Еще зигзал. Чуть-чуть. Белый соус, но. Без этого сухой будет. Пускай сухой ест. Кетчуп побольше? Да, кетчупа можно. Белого соуса взять, кетчупа можно. Вот, конечно, кетчуп. Не, просто белого. Ай, бля. Нормально. Ну, брат, отдушусь. Вот так, сюда. Правильно? Ну, столько хватит. Хватит? Эти. Ой, брат, ты как красиво делаешь. Так, эту сюда? Еще, еще. Это прямо надо делать. Ну, Тара первый раз готовил реально. Очень. Даже лучше меня в первый раз не мог так. То есть, ты считаешь, что мне нужно поменять работу? Давай, от тебя за ночь 1500 даю. Брат, у нас не так поймут, 1500 за ночь я даю, говорит. Ой, блин, горячий. Это горячий, брат. Все, ожог. Смотри, сгорел палец. Палец сгорел. Как думаешь, у кого вкуснее, у Димы или у Амина? А я сделаю, знаешь как, у их обоих. Мне кажется, что у Амина будет вкуснейшую. От меня, от моего. Спасибо большое. Сот же было 500. Сот и очевые 500 устрадали. Все, красав. Все, спасибо большое. Она какая-то огромная на самом деле. Покажи. Оно сухое. Оно сухое. Дима не умеет готовить. А Мим бы сделал бомбу. Ну, блин, ребят, он два лаваша сделал, тут чисто хлеб. Я пришел в шаурму поесть, а не хлеб. Шаурма, Дим, хорошая шаурма, мне вообще. А, спасибо. Возьмем. Возьмем. Нормально? Нормально. Что-то я там говорил. Да, не, бесплатно. Да, бесплатно. Скажи, это может подарок. Вот, от Дима, Тараска подарок. Подарок, Родан, давай, до здоровья. Приходи еще. Сегодня мы сделали таких уже подарков много, но мы понимаем, что Аминчик не может работать бесплатно. Поэтому я от себя ему положу денежку, пятерочку за все. Потому что он нас накормил, напоел, да. Но я не люблю кушать бесплатно. Плюс туда я могу. Все ручку. Сам на все хватит? Все, что заказали? Ну, по-моему, больше еще. А, еще больше? Нет, там больше. Нормально, ставишь себе. Поплыла в океан, жила в красный сарафан. Я бы забыла, что ты есть. Я бы не лезла в эту сеть. Пожалуйста, прям. Огромное спасибо, ты красавчик, что работаешь. Вот, держи тебя от нас, подгон, от всех пацанов. Спасибо, брат. Любое время, приходите. Могу два ночи не работать. Пацаны, которые как меня работают на шаурму или какой-то ресторан или на стройку, я хочу всем вам сказать, что никогда не бросайте свои мечты. Сложности в жизни будут, но нельзя сдаваться. Надо всегда вперед и двигаться для своей цели.